Доброго времени, дорогие любители домашних экзотических растений! Восхитительный и загадочный мир папоротника поражает взор изобилием причудливых форм. В наше видео мы предназначаем вам, дорогие флористы, которые все еще сомневаются в целесообразности приобретения столь необычного растения. Давали солидофидженсис – самый маленький видовой культивар, родина папоротника – острова Фиджии и французская Полинезия. Он большой любитель тепла и влажного воздуха. Его миниатюрные ваи не превышают 15 сантиметров от основания черешка, но благодаря их большому числу образуют великолепную изумрудную крону, разместившуюся по всей длине чешуйчатого ползущего корневища. Этот снимок мы сделали для вас в январе 17-го года. И вот что у нас получилось. Почти голое, лишенное оперение, резоматочное корневище за 10 месяцев превратилось в аккуратный миниатюрный кустик. Как вы можете видеть, корневище молодого растения местами утолщается до 8 миллиметров в диаметре и помимо чешуйк у основания резомы имеет густое опушение по всей длине. Как у любого епифита, основанием давали эфидженсис служат ползущие корневища с мелкими и цепкими корешками. Само корневище растет крайне медленно, осторожно выпуская из резомы свето-салатные, пушистые, причудливо изогнутые лапки, постепенно вытягивая их свободный край. Сказочные коллизии, создающие хромантическую концепцию вай, напротив, развиваются достаточно активно. Что же предпочитает домашний экзот? Климат фиджи тропический, с большим количеством дождей, что делает воздух влажным и теплым. Даже в самый засушливый период с декабря по февраль. Жемчужини фиджи свойственны перепады дневных и ночных температур с разницей в 10 градусов. Это обусловлено близостью океана, а значит при домашнем содержании нам необходимо создать похожие условия. Тем счастливцам, кто обзавелся полюдариумом, проще смоделировать эту экосистему тропиков, но и отсутствие домашних вивариум вовсе не повод отказаться от давали фидженсис. Растение уникально тем, что может располагаться в самых малообъемных горшочках, что дает возможность декорировать им любое помещение, создавая вертикальные композиции. Почаще опрыскивайте чуть теплой водой и удобряйте один раз в неделю, чередуя органические и минеральные удобрения. Для своей давали я использую традиционную для всех моих эпифитов почву из смеси верхового нераскисленного торфа, песка, гумусы или сапропеля, кусочков вываренной сосновой коры. Почаще проветривайте помещение и обеспечьте снижение ночной температуры при помощи регулирования работы батареи и топления. Это будет полезно и растению, и вам. Фидженсис любит ежедневный полив очень маленькими порциями, чтобы почва оставалась влажной. Приглушенное освещение бикалорной лампы и близость увлажнителя воздуха, фонтальчика или аквариума. Такие нехитрые условия, и вуаля, ваше северное окно средней полосы России обретает экстравагантного постояльца. Для дальнейшего использования в декорировании помещения я хочу дать возможность своей давали немного разрастись, а значит мы обязательно вместе пересадим растения через несколько месяцев. Мы желаем здоровья вам и вашим домашним любимцам. Подписывайтесь на канал ТРХ Элькинг и ставьте лайки. Субтитры создавал DimaTorzok